друзья всем огромный огромный привет сегодня на канале будет цветочное немножко садовый влог без особой смысловой нагрузки но надеюсь что вам будет интересно сегодня занимаюсь домашними растениями потому что весна скоро уже нужно будет выходить на улицу и заниматься уличными делами пока что еще до этого кажется что очень далеко потому что очень много снега у нас март и в марте он еще скорее всего выпадет обычно так и бывает но мы-то знаем что на самом деле время пройдет достаточно быстро и нужно подготовиться быть во всеоружие освободить руки для других дел поэтому сегодня я займусь домашними цветами все пересажу купила горшки с азон мне кажется что я уже вам показывала их пришлось еще докупить немножко потому что растения тоже у меня все время увеличиваются в количестве своем не могу никак остановиться очень мне нравится вот например одна из последних новинок традисканция в очень-очень красивом фиолетовом цвете немножко она здесь что-то сохнет мне кажется я даже такую купил наверное уже была подсохшая чуть-чуть очень здоровский цвет обожаю такое все фиолетовое розовое если вижу растение с такой окраской листьев то мимо пройти просто не могу она еще и смотрите какое пушистое то есть романта триколор вожделенное мое растение очень я о нем долго мечтала почему-то тоже она сохнет хотя опрыскивала достаточно часто буду тоже его пересаживать в отдельный коршок в целом растет неплохо много новых листьев дает но и тоже конечно очень красивая краска листьев также из новинок у меня появилась агланема взяла специально крошку небольшую для того чтобы уже у меня она приобрела какие-то более уверенные размеры ты даже и не для этого на самом деле просто нравится меня именно маленькие растения ну с пересадки папоротника обычно папоротники у меня живут очень плохо но это было давно до того как я стала такой я цветочницей и отъявленной видимо мало я поливала их не опрыскивала как положено в этот раз у меня очень хорошо пошел он очень много новых отростков идет из-под низа из-под корня и хочу пересадить в другой горшок для того чтобы сделать небольшую композицию добавлю эпипремному чтобы свисали они и все это установлю на высокий горшок лечуза думаю что будет красиво а так выглядит мой горшок спустя еще какое-то время так хорошо он распушился обзавелась несколькими видами сингониумов понравились мне эти цветы своими листьями сердцевидные формы и разными раскрасками дома у меня осталось всего два цветка остальные я развезла по своим местам работы в кофейню и на озон там они тоже украшают помещение еще одна новинка крестовник крупноязычковый или по-другому ложный плющ растение относится к лиственным саккулентам достаточно неприхотливая но имеет очень внушительную зеленую массу которую она легко наращивает растение нуждается в опоре здесь она видите в виде круга завита у меня сейчас посмотрите как она будет цепляться к веревке жалюзи то есть она такой очень-очень цеплючая и хочет куда-то все время ползти здесь у меня тредисканция еще одна и эпипремном в красивом золотом с зеленым цветах кстати говоря все растения я как обычно покупаю у местных жительниц на местной барахолке нахожу их но вот этот конкретно цветок я купила в пятерочке ну и вот это безумно красивущая тредисканция фиолетовом цвете мы ее еще чуть-чуть попозже высадим на улицу посмотрите какое красивое кашпо я приобрела в магазине фамилия там вообще у нее хороший выбор разных кашпо вот этот мне очень понравился это геометрический ацетский принт туда я посадила пеперамию ну и самое сложное в этих делах это конечно не сама посадка а потом уборка после всего этого безобразия расставляю растения по местам находятся они у меня все на веранде которая расположена на южной стороне солнечной поэтому здесь всегда им светло тепло и влажно ну а теперь давайте все-таки начнем подготовку к весенне-летнему сезону буду делать кашпо из искусственного ротанга для улицы мечтала об этом ну года три не меньше и все время мне было тяжело решиться потому что но как обычно что-то новое всегда сложно начинать потому что не знаешь что нужно делать ну вот я наконец-таки собралась с мыслями и вот хочу заразить и вас тоже потому что знаю что многие хотят сделать такие кашпо и многие боятся не бойтесь девчонки это делается достаточно легко сегодня мастер-класса никакого не будет и завтра тоже от меня потому что я не специалист но на youtube очень но очень много роликов где девочки подробно рассказывают о разных техниках плетения и так далее я тоже делала свои кашпо по видео на youtube посмотрите поищите огромное множество таких роликов единственное что посоветую вам приобрести или найти где-то паяльник для того чтобы делать отверстие в горшке я пробовала разные способы и дрелью и горячим гвоздем это все не работало но по крайней мере на мне на моих горшках поэтому паяльник это супер супер отличные гаджет для вот изготовления дырок моем случае схема плетения самая простая и элементарная можно найти что-то посложнее потяжелее но для первого раза мне кажется что это идеально и в первый изготовленный ною горшок я посадила вот такую обалденную крупнолистную розовую картинзию которая была подарена мне на 8 марта и я доделываю третий горшок осталось у меня совсем немного материала ротанга сейчас мы вместе с вами посчитаем какую цену получились мои горшки потому что были комментарии что это очень дорого и овчинка выделки не стоит так сказать если у такими категориями что мне дешевле сделать чем купить что-то похожее это всегда так когда делаешь сам выходит дешевле если же сравнивать например такое кашпо либо оставить кашпо просто пластиковая либо покрышку какую-нибудь в копать но разумеется тогда покрышка будет стоить дешевле смотря с чем сравнивать ну и кроме того но не всегда все упирается в деньги иногда это еще просто удовольствие и приятное созидание времяпрепровождение которое как мы знаем никакой вообще не имеет цены бесценно это вот в общем то понравилось мне все этот горшок стать получился лучше всего конечно же вот эта часть здесь хромает при таком виде плетения поэтому в следующий раз я все-таки прикуплю во первых другой ротан хотя это тоже мне нравится но я увидела такой более натуральный он менее красивый потому что это прям вот прям такой красивенький да блестючий и цвет мне тоже нравится очень а тот прям знаете как натуральный как будто бы какой-то старая старая лоза вот попробую тот но чтобы соответственно все сочеталось друг с дружкой и попробую новый рисунок попробую новую форму может быть то что делается быстро просто легко интересно почему бы нет и объем можно выбрать любой с обычными горшками в этом достаточно большая проблема и так мои еще два горшка готовы прошу прощения сегодня очень ветрено поэтому немножко может быть звук не очень хорошим вот такие они получились красиво смотрятся когда горшки разные 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 высоты и разной полноты здесь у меня практически это получилось а вот третий горшок который с гортензией он практически такой же как и вот этот ну в следующий раз буду как-то более ответственно подходить к этому мероприятию выбирать горшки разные формы но плюс эти горшков заключается в том что мне для них вообще не пришлось тратиться это одноразовые горшки этот языке я кстати говоря покупал какой цветок большой в нем этот тоже одноразовый какой-то горшок был поэтому расход на основу можно вообще и не закладывать только получается ротанг посмотрим давайте что я планирую в них посадить немножко необычный выбор потому что чаще всего сажаю я конечно же петунии что там еще лобели и может быть какие-то однолетки а в этот раз хочу посадить я вот такие вот цветы это три дисканция у меня здесь и колеса вот эти я прям нарезала от своих цветов те которые я пересаживала они очень хорошо разрослись и прям я верхушки отрезала они легко размножаются можно не ставить даже воду не дожидаться появления корней а прям таким образом сразу вставлять в землю обожая вот этот смотрите какой яркий красивый насыщенный цвет и вот эту тр дисканцию тоже я очень люблю тоже поэтому же очень очень красиво сочетание цветов просто необыкновенное вот это новинки это я купила недавно каждый кустик стоил мне 50 рублей ой 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 вот такой от розовый такого мне не было тоже мне нравится более темный мне кажется композиции с зеленью будет тоже хорошо смотреться контрастировать вот такая вот три дисканция зебрина посмотрите как она блестит красиво и вот такая по моему называется леген элегантная может быть я ошибаюсь с розовинкой но в общем я все беру цветочки с интересной раскраской мне нравится и сейчас я их буду как раз таки сажать его эти кашпо посмотрим что из этого получится мне кажется что будет интересно в любом случае пока что я садовой центр еще не ездила мне кажется еще рано еще только середина апреля не знаю если там что-то и на улицу высаживать это еще рановато еще могут быть и заморозки похолодание и так далее а вот эти цветы их можно и домой будет занести горшки пока если холодно я вообще не многолетки может быть потом даже удастся их обратно занести домой на зиму и они может быть неплохо перезимуют в любом случае многолетки чуть менее прихотливые чем однолетки сажаем я уже насыпала керамзит сейчас буду добавлять землю а а Ну и вот такие кашпо. Получились такие композиции. Яркие, интересные, необычные. Немножко уже имеют уставший вид вот эти вот калеусы, которые совершенно были без корня. И пару дней они будут выглядеть не очень. Но если их поливать каждый день, то они очухаются. И все будет с ними в порядке. У меня проверено. Я их уже не один раз за этот сезон сажала, пересаживала в разные кашпо. Мне очень нравится, как это смотрится. Необычно, классно, ярко. Единственное, что для этих кашпо, конечно же, нужен поддон. У меня пока что их нет. Забежала на озон и удивилась высокой стоимости таких пластиковых поддонов. Неприятно, была удивлена, к слову. Почему-то они очень дорогие были. Нужно еще поискать. Заеду, может быть, в какой-то местный цветочный магазин. Может быть, где-то в Леруа есть. В общем, нужно поискать. Гортынсию буду вытаскивать чуть попозже. Боюсь, что ей будет холодно. Ну, когда это все разрастется, это будет, конечно, просто взрыв цвета. И, конечно, я побаиваюсь тоже, что слишком много всего я посадила на такой объем кашпо. Но удержаться не смогла. Ну и, друзья, давайте почитаем, сколько у меня ушло на эти горшки. Потому что были вопросы. Смотрите. Значит, полиротанг. Этот стоит около 600 рублей. Я его покупала на Азон. Продается он либо в метрах, либо в килограммах. Я покупала 100 метров. И мне хватило на 3 горшка. 2 больших и 1 поменьше. Но там еще немножко осталось. В среднем посчитаем, что на 1 горшок ушло полиротанга на 200 рублей. И далее. Это, конечно же, самооснова. В первом случае это у меня было ведро из FixPrice. Я, честно говоря, не помню, сколько оно стоит. Ну, пусть будет 200 рублей. Точно не больше. 200 плюс 200 получается 400. То есть первый горшок у меня вышел в 400 рублей. А остальные 2 так и остались стоить по 200 рублей. Потому что я использовала вторсырье. Коршки, которые мне достались бесплатно. Вместе с растениями некогда. Вот и считайте, насколько это выгодно, невыгодно. По-моему, очень даже неплохой результат. Не так уж и жалко. Даже 400 рублей ради такого горшка. Ну, как я и сказала, радость от рукоделия. Да, вообще не купишь ни за какие деньги. Ну, и уже поступают запросики от девчонок по поводу видео в сад. Давайте я вам быстренько покажу, как выглядит сад. Ранней весной у нас снег сошел буквально прям неделю-полторы назад. И вот сейчас покажу, как выглядит. Ой, что-то очень у нас ветреное сегодня. Ну, в общем, сад очень ранней весной. Поехали. Итак, смотрим, что тут у нас имеется. Лаванда, как это не удивительно. Вот таким образом зимовала. И таким образом она сейчас и выглядит как новенькая. Только соцветия ей не хватает. Ну, прям как будто бы она и не уходила в зиму в спячку. Кортензии у нас все обрезанные. И, конечно же, не так красиво выглядит кора, как она выглядела год назад, когда я ее только положила. Как и любое дерево, конечно же, она застарилась и стала выглядеть менее привлекательно. Тем не менее, землю она прикрывает, функцию свою выполняет. Поэтому пускай лежит. Здесь уже у меня проклевываются хосты. Они очень быстро вылазят. Им только вот чуть-чуть времени нужно. И все, они уже тут как тут. Тысячелистник очень хорошо разросся. Тоже я жду много цветов в этом году. И, кстати говоря, барбарисы, которые сажали мы в прошлом году. Я не знаю, что-то они не очень выглядят, честно говоря. Живы ли они вообще. Узнаем об этом чуть позже. Можжевельники, которые мы с вами стригли. Тоже очухались, оклемались. Не подгорели. Конечно же, как обычно, горит коника. Я думаю, что нужно от нее вообще избавляться. Она тут лишняя. Закрывает вот эту красивую сосну. И вот все время такая, вот такая вот рыжая. Поэтому не сажайте ее. Особенно на солнечной стороне. Немножко приходит в себя наш газон. Уже он немножко даже позеленел. Хотя еще пять дней назад он выглядел очень-очень плохо. Здесь вылазят ирисы. Здесь тюльпаны. Набрали мы уже озеро. Вновь подгорел вот этот можжевельник, над которым я тоже очень активно билась в прошлом году. Не знаю, что с ним делать. Какой-то он бесючий. А то и нам почистили сегодня. Мы приглашали специалиста, можно так сказать. Он нам прошелся по ним хорошенько. Потому что, конечно же, после зимы и желтеют они, и очень много мусора под ними было. Здесь вообще было все усыпано. Их хвоей. Вот, а теперь стало чисто. Вот этот тоже подгорел. Кстати, в этом году я активно обрабатываю мужа. Начать уже строительство беседки открытой. Как раз вот это место для нее предназначается. Ну, не знаю, насколько у меня получится это сделать. Если что, буду держать вас в курсе. Ну и все, ребята. На этом я закругляюсь. Я не знаю, что там за видео получилось. Я его так долго записывала. Ну, надеюсь, что вам понравится. Будет интересно. Может быть, вдохновит вас на какие-то совершения в вашем саду или дома. Все, всего вам самого-самого доброго. Пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Мне будет приятно, как обычно. Всем пока-пока.